В этот раз на приём к Максиму Егорову пришли четверо тамбовчан. В числе первых – Анастасия Акимова. Она обращается с предложением возвести в областном центре памятник, посвящённый родным и близких солдат, что ждут их в тылу. Например, супругам или матерям. Любовь к женщине, матери, сестре и дочери даёт эту силу и поддержку, которая является свободатным талисманом, той самой необходимой защитой невидимой, которая оберегает его на фронте отчаянных пор. И вот хотелось бы, чтобы именно эта памятник будет посвящён каждой женщине, которая верит и ждёт. «Мы сейчас дизайн-проект, который называется «Дорога в доме всей семьи». Четыре семейных парка, сквера парка. Мы думаем, что в одном из них, Максиме здесь существует, министр, ТЭК ЖКГ отвечает за этот проект. Давайте мы рассмотрим, дополнительное голосование проведём». Немаловажным стал вопрос сразу трёх жителей улицы Полынковской-Тамбова. Заявители обратились с просьбой провести в их доме капитальный ремонт. Возраст у здания уже солидный. Оно было построено ещё в 60-х годах. В доме всего девять квартир. «У нас уже просто печальная очень история. Вот на фотографиях представлено, течёт в квартирах потолок и фасад, в общем, весь в трещинах. Ну, то есть, всё очень печально. Хотим вот как-то вопросы сдвинуть с мёртвой точки». По словам руководителя фонда капитального ремонта Тамбовской области Ильи Абрамова, капитальный ремонт дома на Полынковской-50 уже запланирован. Сейчас готовится документация. Найдёт своё решение и вопрос жительницы Мичуринска. Несмотря на то, что в прошлом году в городе было заменено более тысячи осветительных приборов и почти 53 километра линий наружного освещения, на центральных улицах Советской и Интернациональной большая часть фонарей вышли из строя, а на линиях имеются обрывы и скрутки. До конца 2024 года рекомендовано обновить уличное освещение в этой зоне. Нередко к Максиму Егорову стала обращаться молодёжь. Так, среди заявителей в этот раз ученик 10-го класса 35-й школы Тамбова. Молодой человек увлекается военной историей России и состоит в военно-патриотическом клубе «Тамбовский рубеж». За несколько лет вместе со своими единомышленниками ему удалось собрать большую коллекцию экспонатов, посвящённую Великой Отечественной войне, воинам Афганской войны и двух чеченских компаний, а также защитникам ЛНР и ДНР. «В общей сложности оружие у нас у клуба порядка 30 единиц, техники около 6 единиц, формы неисчислимое количество, но порядка 30 единиц комплектов формы». Сейчас активисты хотят организовать целый музейно-выставочный комплекс, но площадку для этого найти не могут. Глава региона поручил областному министерству культуры проработать этот вопрос и помочь ребятам. Полина Матовникова, Александр Чекмарёв, Данил Лычко, Область новостей.